МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я обычно играю на электрогитаре, она звучит мощнее. Но акустика тоже неплохо. Кто научил вас играть на гитаре? Да я по самоучителю. В Канаде у меня много друзей-музыкантов. Они помогали советами, ну и плюс я много практикуюсь. Какую музыку вы любите? Люблю тяжелый рок, панк-рок. Блюз тоже могу послушать. Вот так, надо немного настроить гитару. Ну, с тюнером это несложно. Звучит намного лучше. Итак, нирвана. Сыграйте что-нибудь из вашего репертуара. Давайте попробуем. Но вообще эта мелодия лучше на электрогитаре звучит. Как музыка помогает вам в жизни? Помогает уйти от проблем, переключиться, отдохнуть. Особенно после хоккейного сезона. Хорошо побыть дома и ни о чем не думать. Да и в сезоне, когда я прихожу домой, то беру гитару и не думаю об ошибках в игре. Музыка создает некий комфорт. Что обычно слушаете перед игрой? По настроению. Ну, например, Мерлина Мэнсона. Была история, как его концерт в России запретили. Да? Да, из-за религии. Все считают, что он поклоняется дьяволу, но это же часть шоу, не более. Он просто развлекает публику. У рок-музыкантов не лучший имидж. Да, и в этом часть рока. Быть таким плохим парнем, бунтарем. Делать то, что хочешь и плевать на всех. И это круто. Просто играть и веселиться. А у вас есть черты бунтаря? Нет, не думаю. Я хоккеист, драться не люблю, хочу хорошо играть и забивать. Но я люблю играть громко на гитаре, и если кто-то попросит быть потише, то я не стану. Это рок-н-ролл. Расскажите историю вашего знакомства с Боной, лидером группы U2. Я ехал с собакой в парк и увидел, что какой-то парень голосует на дороге. Я узнал в нем Бона и не мог поверить, что это он. Что он тут делает? Я притормозил и подвез его. На концерт я не смог остаться, потому что мне надо было лететь на матч. Но Бона со сцены передал мне привет. Он сказал, что канадцы очень крутые, и поблагодарил Жильбера Брюле, подбросившего его. После этого мой телефон просто разрывался от звонков знакомых. Расскажите про свои татуировки. В 16 лет я сделал первую и сразу вошел во вкус. Разве можно делать татуировку в таком возрасте? Нет, но я обманул и сказал, что мне 19. Не думаю, что мастеру было до этого дело. Он просто хотел заработать. Сколько у вас всего татуировок? Очень много. На животе, руках, ногах, спине. И будут еще. Что больнее, силовой прием или татуировку делать? Когда в хоккее что-то случается, ты не сразу чувствуешь. Только на следующее утро уже обнаруживаешь синяки. В хоккее больнее. Когда делаешь тату, это просто небольшие иголки прокалывают кожу. Здесь у меня волк. Это слово «волк» по-хорватски. Я играл в Загребе в прошлом сезоне. Это слово у меня всегда на клюшке написано. Это мое тотемное животное. Волки всегда охотятся. Так же и мы в хоккее охотимся за шайбой. Это сильное животное, преодолевающее трудности. Суровую погоду, отсутствие пищи. Волк должен быть сильным или не выживет. Вот это орлы. Тоже люблю этих животных. У нас в детстве они пролетали и садились на деревья на заднем дворе. Быстрые и красивые птицы. Мне нравятся черепа. Они крутые, по-моему. А вот тут розы и бабочки. Я люблю природу. А что здесь написано? Мир и любовь. Люди постоянно злятся, конфликтуют, завидуют. Я стараюсь просто любить окружающих. И желаю, чтобы на земле не было войн, чтобы люди были дружелюбнее. Звучит так, как будто я хиппи, да? Ну, я к Джону Леннону очень уважительно отношусь. Что вас в России впечатлило? Первое время было трудно из-за языкового барьера. Еда удивляла, но мне понравилось. Раньше никогда не пробовал борщ, а сейчас это мое любимое блюдо. Не думал, что можно добавлять в суп сметану. У Нижнекамска не самая лучшая репутация. Вас не пугало, что это заводской город? Меня нет. Да, это не мегаполис, но я чувствую себя в городе нормально. Есть куда сходить на ужин. Я могу приготовить сам. Я простой парень, мне не нужны какие-то особые развлечения. После хоккея я хочу спокойно побыть дома и поиграть на гитаре. Ваш тренер в прошлом был известным Товгаем. Вы знали об этом? Да, мы говорили с ним об этом. Спрашивал его о командах, где он играл. Он был габаритным игроком. Русский Товгай в НХЛ. Это редкость. В 90-е в основном приезжали умелые форварды, как Сергей Федоров или Павел Буре, который был моим кумиром. Он выступал за Ванкувер, где я и вырос. Жильбер Брюле уже три сезона выступает в КХЛ. Пока заканчивать с хоккеем он не собирается. Но рано или поздно это произойдет. Тогда он сможет больше времени уделять игре на гитаре. И кто знает, может с годами фанаты его музыкального творчества тоже будут заполнять трибуны дворцов спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова